Изначально я не планировал получать сертификат, хотел попробовать себя на первой части экзамена, потому что не верил в свои силы и в то, что я это смогу сделать. Но после первого успеха, а также мотивирующих речей Павла Виктора и общения с коллегами, я понял, что силы у меня есть и сумел это сделать. Так почему же CIA и HOK Training? Несколько лет назад я задумался о том, какая у меня профессия. По образованию я юрист, но работаю в службе внутреннего контроля и аудита крупной госкомпании. Я понимал, что работаю я не юристом, но и внутренним аудитором я себя назвать не мог, поскольку у меня не было никакого образования, относящегося к этому. На встречах Института внутренних аудиторов я понял, что единственная общепризнанная сертификация, как говорят в одной рекламе, что там в мире, в России, это CIA. Поэтому я понял, что если я хочу оставаться в этой профессии и развиваться в ней, то нужно получить эту сертификацию. HOK Training я выбрал после презентации на одной из встреч Института аудиторов. Мне понравились их материалы. Я понял, что для этой компании вот это направление подготовки является серьезным, что для них это не какое-то второстепенное направление. Они сюда вкладывают силы, тратят много внимания учебным материалам, чтобы охватить все то, что ждет нас на предстоящих экзаменах. И я не ошибся. Действительно, это мне помогло. И все, что мне нужно было, то мне дали в ходе подготовки. Какие преимущества еще я бы мог выделить у HOKA? Остановлюсь на двух. Во-первых, это их база вопросов, которая является для меня, наверное, самым основным в подготовке. Возможность посмотреть варианты ответов и логику принятия решений. Поскольку тестовые варианты экзамена, которые я проходил, это было в первый раз у меня в жизни. Они отличались от того, что было в институте. И здесь необходимо было перестроить логику мышления. И второй момент для тех, кто за счет компании учится. Здесь подходящий для условий финансирования госкомпании подход, возможность оплаты после окончания обучения. Что мне дало получение сертификации? У меня появилась уверенность, понимание в том, чем я занимаюсь. В ходе полугодового планирования, которое есть у большинства компаний, приходится размышлять, выбирать, чем же заниматься в предстоящее время, объем работы. Если раньше это было несколько непонятно, то теперь появилась четкость и ясность в этом. Плюс мои разрозненные знания, которые были из различной учебной литературы, встречи аудиторов, теперь превратились в определенную систему и стало все структурировано и четко. И, наконец, я смог для себя найти ответ на вопрос, который задал нашему коллективу руководитель три года назад, кто же мы, внутренние контролеры или внутренние аудиторы. Теперь ответ для меня понятен. Надеюсь, сможете его найти и вы. Спасибо.